Видеоролик может поджечь твою пятую точку. Не успел я наиграться в мобильный варзончик, как буквально вчера, как гром среди ясного неба, на мобильный гейминг обрушился абсолютный хит. Официально зарелизилась будущая обладательница звания игры года. Легальный околохентай для всех любителей грудастых и жопастых аниметяночек. Китайское РПГ под названием Ханкай Стар Рэйл. От создателей уже успевшего стать легендарным Геншин Импакта. В скобочках уже почти покойного Геншин Импакта. Забегая вперед, если ты тоже играешь или только планируешь начать играть в Ханкай, то не поленись сразу после просмотра этого видео зайти в мой телеграм-канал, где я специально для тебя уже опубликовал несколько крутых промокодов, с помощью которых твой старт в игре будет комфортнее. Они дают игровую валюту, пару полезных вещей и другие плюшки. Ссылочка на телегу есть в описании, буду рад, если в благодарность ты на нее подпишешься. Собственно, поиграл я в эту вашу новую гачу. Чуваки, только давайте договоримся, не кидайтесь в меня помидорами. Но, должен признаться, это было потрясающее времяпровождение. Я вам отвечаю, я влюблен в эту игру с первого взгляда. С первого поединка, с первой прокрученной рулеточки. Господи, на этой игра прекрасна. Как ее можно хейтить? Чуваки, меня вот серьезно волнует этот вопрос. Ну как может быть столько хейтеров у игры, которая на старте успела обогнать сам Геншин и поставить новый мировой рекорд по количеству скачиваний за сутки? Вы просто сами представьте, эту игру за сутки скачало более 10 миллионов человек. И да, как вы уже поняли, я сам того не знаю, оказался в их числе. И я горд оказаться в числе этих людей. Люди, скачавшие Ханкай в первый день релиза, они шарят за качественные игры и плюют в лицо всем тем, кто пьет там что-то против рулеток. Я горд тратить деньги на эти рулетки. Я хочу крутить эти рулетки и выбивать этих сисястых тянок. А еще я хочу рекламировать эти рулетки. Ладно, ладно, шучу, это была отсылка на нови-тренера. Давайте по делу. Внешне Ханкай очень сильно похожа на Геншин Импакт. Примерно спустя минут 20 после того, как вы начнете свое приключение, вас захватит мысль, что вы играете в Геншин. Что это какой-то мод или дополнение для нее. Но давайте скажу как есть. Сравнивать эти две игры, как мне кажется, даже несмотря на некоторую их на первый взгляд схожесть, это максимально глупо. Радикально Ханкай не имеет ничего общего с Геншином, и это факт. Банально у этих двух игр разный жанр. Геншин это экшен-рпг в открытом мире, где бои происходят в реальном времени, где боевая система она более гибкая, а сама игра ориентирована больше на изучение огромного открытого мира. А Ханкай Стар Рэл это классическое g-рпг с тактическими пошаговыми боями, без открытого мира. Плюс ко всему у этих игр абсолютно разный визуальный стиль. Геншин это классическая фэнтези, а Ханкай это футуристика и хай-тек, этакий космический киберпанк. Когда я впервые сюда зашел позавчера вечером, игра мне безумно сильно напомнила одну из игр моего юношества. На второй плойке в нулевых, когда я учился в школе, у меня была игра под названием Ксеносага. Ханкай по своей стилистике, по синематикам и боевой системе, в принципе, очень сильно напомнила мне Ксеносагу. Мне не покидало ощущение, что я играю в ее продолжение. Это знаете, что-то наравне с чувствами, когда ты спустя много-много лет возвращаешься туда, где прошли твои лучшие годы. Все кажется каким-то родным, да более знакомым. Тебе просто приятно находиться здесь, потому что с этим местом связаны твои самые лучшие воспоминания. Именно такие чувства не покидали меня во время игры в Ханкай Импакт. Ой, 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 какой Ханкай Импакт? Блин, оговорочка по Фрейду. Это хорошая GRPG, хотя можно ли назвать ее GRPG? Ведь ее сделали китайцы. А значит это CRPG. DC это China. Она красивая визуальная, сюжетно-увлекательная и просто чертовски залипательная. Сами разработчики описывают свой проект как смесь всего самого лучшего, что было в их прошлых играх. И по сути, на первый взгляд, это кажется действительно так. Star Rail ощущается как проект на голову выше и качественнее. Сюжет интереснее, окружающий мир кажется более проработанным, персонажи сочнее, озвучка качественнее, Синематики по всем канонам лучших аниме крутые, их по крайней мере не хочется скипать, а сами игровые анимации это отдельная тема для разговора. Какие же здесь крутые анимации! Ульта в боях это вообще что-то с чем-то. Это сочно, красиво, просто оргазм для моих глаз. Кто-то, конечно, скажет привет эпилепсии. Игрушка начинается с классического обучения, на прохождение которого у вас уйдет примерно полтора-два часа. По ходу обучения вы, как и в Геншине, выбираете какого пола будет ваш главный сюжетный персонаж. Благо, несмотря на то, что это киберпанк в далеком будущем, разрабы решили обойти стороной всех представителей третьего гендера, не идентифицирующих себя как парень или девушка. Фе Чан Ган Хи Хай Увер Сао! Это по-китайски большое спасибо. Что касается ГГ, к сожалению, герой по ходу игры будет абсолютно во всех моментах немой. Вот я честно не понимаю, абсолютно у всех героев, даже второстепенных, есть приятный для уха дубляж. А вот главный перс почему-то не мой болванчик. Тут можно выбирать реплики, но после их выбора, все, что делает ваш герой, разводит руками. Или с закрытым ртом, как дурачок кивает. Подобно меня и в Геншине бесило. У вас звук на каком-то запредельном уровне в игре, дубляж на нескольких языках. Даже самые всратые персонажи, которые за всю сотню часов появляются от силы на пять минут экранного времени, и те озвучиваются. И вы, камон, реально не могли озвучить реплики ГГ? Ну как это так? Основная фишка, которая выделяет Стар Рео на фоне других игр студии, это, конечно же, боевая система. Как это принято во всех культовых и самых крутых GRPG, в Стар Рео классические пошаговые бои. В боях у нас есть три вида ударов. Обычный удар, удар стихии и ульта. У каждого персонажа это совершенно разные, не похожие друг на друга удары, как в плане анимации, так и в плане дамага. Как и в других играх от High Averse, у нас есть так называемые стихии, от которых зависит как получаемый, так и наносящийся урон. И для того, чтобы победить в бою, вам нужно будет учитывать все эти нюансы, а также изучать врагов и их наиболее уязвимые стороны. Для людей, которые хотя бы немного играли в Genshin, про уязвимости мобов все сразу станет понятно. А для тех, кто начинает свое знакомство с играми High Averse впервые, нужно будет немного поизучать информацию и привыкнуть. Помимо стихии, у каждого персонажа есть так называемый путь, это что-то типа роли персонажа в пати. Например, кто-то из персов хороший дамагер, он силен в рукопашке и может пробивать щиты. А кто-то из команды выступает в роли этого щита и служит больше как поддержка сквада. Всего в игре в данный момент времени насчитывается 7 видов путей и 7 видов стихий, или как это называется здесь, тип урона. Реакции элементов, как в том же Genshin, типа таяния, пара, этого тут нет. Стихии в Ханкае выступают в роли чего-то типа, знаете, самого быстрого и эффективного способа пробить щит вашего врага. Да, у каждого моба две полоски. Это, собственно, сам щит, основанный на одной стихии, и основные хп. В целом про боевую систему можно говорить очень и очень долго. Тонкости и различных механик здесь пруд пруди. Я лишь скажу, что по части прокачки персонажей, по части формирования отряда как такового, по тактике в боях здесь все более чем достойно. Любителям жанра зайдет совершенно точно. И новичков, как мне кажется, не оттолкнет. Открытый мир. Многие, когда я читал, например, отзывы в Google Play, называют Ханкай РПГ в открытом мире. Но по факту его здесь нет. Как я уже и сказал, это сюжетно-ориентированная игра, в которой вы перемещаетесь от уровня к уровню. Какие-то в размерах больше, какие-то меньше. Что касается самих локаций, их тут огромное количество. Они более красочные, более проработанные и более живые, чем в Genshin. Если в Genshin города это, по сути, набор картонных коробок, состоящими возле них манекенами, то в Ханкай в городах ты чувствуешь, как кипит жизнь. За счет более проработанной детализации, футуристичного сеттинга, за счет всяких мелочей, по типу висящих на стенах плакатах, за счет трамвайчиков, которые ездят, корабликов, которые плавают, самолетиков, которые летают, за счет диалогов NPC, мимо которых ты пробегаешь. Все это в совокупности вызывает ощущение живого города, а не декорации. Диалогов тут больше, различные макулатуры больше, которые раскрывают нам лор этого мира. Деталей в игре огромное множество, их можно просто изучать и изучать, и пилить просто полноценный отдельный ролик на один час. Если говорить серьезно, как обычный рядовой геймер, не фанат Genshin, не фанат Ханкая, как человек, игравший и в то, и другое, без какого-то фанатизма, я могу сказать, что абсолютно каждый аспект, если мы будем брать в этой игре для сравнения, он всегда будет выполнен гораздо лучше. А это, в свою очередь, дает нам понять, что разработчики создавали проект не с целью в очередной раз срубить пару триллионов, а в первую очередь ради самой игры. Работа над ошибками проведена достойная, то, за что критиковали Genshin, все это исправлено и доработано. И, возможно, такого хайпа у StarRail, как у Genshin, в будущем не будет. Но то, что игра выглядит гораздо лучше, чем Genshin, спорить с этим как минимум глупо. Что касается мультиплеера, чуть не забыл об этом рассказать. Он тут как бы есть, и в то же время его тут как бы нету. Да, вы можете добавляться друг другу в друзья, но, как в Genshin, совместно бегать по миру вы уже не сможете. Единственное, что можно сделать, это призвать одного из персонажей своего друга на поддержку в некоторых испытаниях, за что ваш друг будет получать очки. По сути, это все возможности мультиплеера. Что касается технической части StarRail, лично, по моим ощущениям, игра гораздо лучше оптимизирована, чем Genshin Impact. На Asus ROG Phone 5 это, конечно, не особо заметно, так как телефон мощный и без каких-либо проблем тянет и то и другое на ультра настройках. А вот на моем планшете Xiaomi Pad 5 игра явно идет намного лучше, чем Genshin. Genshin на планшете на максимальных настройках графики очень сильно фризит, играть в нее просто невозможно. На средних она идет более-менее. Но из-за вырви глазной графики на этих настройках лично мне играть на нем в Genshin некомфортно. Я играю на Asus ROG Phone и на ПК. А вот StarRail на максимальных уровнях графики идет на планшете без каких-либо проблем. Стабильные 60 фпс и прекрасная, приятная глазу графика. И, в принципе, наверное, это все мои первые впечатления по Хланкаю StarRail. Конечно, можно было бы еще рассказать про испытания, про ежедневные задания, поручения, пропуск. Все это тут имеется, все это тут есть и все это ровно точно такое же, как и в Genshin Impact. Я не вижу сейчас смысла на этом заострять внимание, так как это уже чисто классика чуть ли не для всех мобильных игр. И, конечно, тут есть рулетки. Куда же без них? Рулетки, благодаря которым вы будете выбивать, как и в Genshin самых разных персонажей. А их тут стоит отметить на старте очень большое количество. И каждый из них очень круто детализирован. От всех этих прекрасных девочек вы точно будете в восторге. Теперь, собственно, мы плавно перешли к чуть ли не к основной теме этого подкаста, которую я очень хотел бы с вами обсудить. Давайте поговорим про донат-составляющую в Ханкай. Да и вообще, в принципе, и в играх подобного жанра. Вот хоть убейте, но я искренне не понимаю вопли всех этих неуверенных в себе геймеров, которые критикуют Genshin и вообще гачи игры за донаты рулетки. Если посмотреть все то, за что критикуются подобного рода проекты, то основной тезис, на котором делается акцент, это внутриигровое казино со слов хейтеров, которое отбирает деньги у игроков, в которые игроки заносят сотни тысяч рублей ради убивания бездушных сисястых аниме-девочек. Самое смешное, что для этих же людей в порядке вещей донатить в другие игры, в какой-нибудь условный паб или колду ради очередного баталпаса или нового скинчика. Чем это, собственно, отличается? Лично для меня абсолютно ничем. Да, я в курсе, что в некоторых играх есть шанс выпадения, который заранее занижен. Да, я в курсе, что в какой-нибудь колде ты донатишь конкретную сумму и получаешь за нее то, что тебе нужно. А в том же самом Genshin есть вероятность то, что ты не получишь то, что тебе нужно. Лично для меня это не является никакой проблемой. А людей, которые критикуют действительно хорошие игры, только из-за наличия подобного в них, это для меня лично лицемеры, которые готовы принимать аналогичные механики и пользоваться ими. Единственное, за что я готов хейтить подобного рода монетизацию, так это если в играх без вливания денег ты останавливаешься в прогрессии, ты не можешь продвинуться дальше. Или наоборот, вливание денег позволяет тебе доминировать над игроками. За это я и сам не прочь обосрать какой-нибудь там фрифайр. Но, по-моему, в Ханкай и в Геншине никто никого не заставляет бежать донатить. Это сугубо личный выбор каждого из нас. То Геншин, что Ханкай, они вполне нормально играются без доната. Я говорю это сейчас как человек, который наиграл в Геншин порядка 50 часов. И у меня даже половина карты не открыта. Я чувствую себя комфортно в этой игре без доната. Игра буквально дает возможность всем играть без доната. По сути, донат никак не влияет здесь на игровой процесс. Он тут выступает в роли неких бустов. Как в плане прокачки, так и в плане выбивания персов. Для меня лично это хорошие игры. Да, кто-то сейчас начнет орать, что я просто не разбираюсь в играх, что Геншин говно, иди попробуй Зельду, она круче. И вы не поверите, но Зельду я прошел дважды. Вот он мой свитч, вот она моя Зельда. И тем не менее, несмотря на это, мне безумно интересно играть в Геншин. Изучать этот красивейший мир, зачищать территории, проходить поручения, собирать крутки. И любого персонажа тут можно получить, просто играя в игру, изучая ее мир. Благодаря сюжету, а в Геншине действительно есть интересные сюжетные линии. Да, они может быть не настолько глубокие и философские, как в некоторых других играх. Да, они местами наивные, где-то чересчур детские. Но тем не менее, они меня, как человека, который наиграл тысячу часов в самые разные игры, в всех жанрах, на многих платформах, эти игры меня не отталкивают. Для меня, что Хон Кай, что Геншин – это красивая визуальная игра. Это медитативная игра, в которую ты приходишь, чтобы расслабиться. По-моему, люди, которые занимаются прямо сейчас хейтом этих игр, делают это не потому, что искренне считают их плохими проектами, а потому, что это стало популярным. Хейтить Геншин модно. И за счет хейта можно набрать очки у аудитории, для которых это стало модным. Я посмотрел не один десяток роликов, где автор критикует игру. И ни один из них не заставил меня поверить в то, что Геншин – это плохая игра. Каждый аргумент буквально притянут за уши. Игра плохая, потому что здесь донат. Хоть убейте, я не понимаю этого культа вокруг хейта этих игр. Если вам не нравится наличие рулеток, вас никто не заставляет их крутить. В конце концов, если вам не нравятся эти игры, просто не играйте в них. Критиковать их, снимать ролики об этом, обсирать пытаться, сравнивать друг с другом – это пустая трата времени, которая по итогу ни к чему вас не приведет. Недаром говорят, собаки лают, караван идет, и это как никогда актуально по отношению к этим играм. Конечно, вы можете, и я бы даже настаивал на этом, в комментариях подробно расписать, почему Геншин или тот же самый Хон Кай, или любая другая похожая на эти проекты игра, это плохо. Я с радостью прочту и постараюсь изменить свое мнение на их счет. А пока что для меня это хорошие медитативные игры. Это довольно качественный проект, в первую очередь для мобильных устройств, в которых я не против отдохнуть и разгрузить мозги после тяжелого рабочего дня. Это отличные игры. Но, конечно, после Free Fire, Free Fire это моя жизнь. Подводя итог, Хон Кай это очень крутая РПГ, которую я однозначно рекомендую вам к ознакомлению. И ни в коем случае не стоит сравнивать эту игру с Геншином. Да, она от одного и того же разработчика. Да, тут похожая графика, почти идентичный интерфейс, некоторые механики, но это единственные их сходства. Во всем остальном это совершенно разные игры. Здесь другой сеттинг, другая боевая система, совершенно другой мир, лор, персонажи. Если вам Геншин уже наскучил или вы по той или иной причине недолюбливаете Геншин, то я однозначно рекомендую вам обратить внимание на эту новинку. Она способна вас удивить, поверьте мне на сумму. И, конечно, не забывайте про мой телеграм-канал, где вас уже ждут промокоды для Ханкай и другой не менее интересный контент. Ну, а с тобой был отец Евген, эксперт по мобильным играм, а.к.а. 30-летний фрифайерщик. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.